всем привет и в сегодняшнем видео обзоре мы рассмотрим масштабную модель советского самосвала на шасси газ 5202 и речь пойдет об автомобиле сас 3504 масштаб модели 1 к 43 производитель deep models и у этого производителя эта модель предлагалась в двух вариантах окраски автомобиль о котором сегодня пойдет речь имеют кабину голубого цвета кузов светло-серый это уже серийно выпускающийся автомобиль а вторая модель которую предлагал deep models была предсерийным образцом и машина копировала тот автомобиль который проходил гос испытания по большому счету визуальных отличий между двумя автомобилями нету они отличаются только схемой окраски и на предсерийном образце на бампере есть надпись испытания других отличий между двумя автомобилями нету поэтому я решил приобрести уже серийно выпускающийся автомобиль мне больше у него понравилась окраска и давайте распакуем коробочку посмотрим как сделана эта масштабная копия коробка абсолютно идентична другим коробкам на автомобиле такого типа размера здесь изображен как автомобиль зис так и автомобиль марки газ мне нравятся коробочки у дипа они сделаны очень стильно также на нижней части коробки есть наклейка с артикулом также с указанием масштабной копии это сас 3504 75 года не указан цвет немножко странно обычно дип пишет в каких цветах модель находится в коробочке но здесь почему-то они не написали также здесь сам дисплей кейс упакован в такой воздушный мешочек это тоже большой плюс и вообще вот в такие упаковки очень мало производителей пакуют свои модели если говорить о европейских фирмах то в основном такие вот упаковки у очень дорогих брендов таких как экзоту ббр вот в принципе эти модели тоже есть моей коллекции у них вот очень похожая упаковка так что дип тоже себя позиционирует как вот такой эксклюзивный производитель масштабных копий вот такой прекрасный самосвал очень симпатичный мне он сразу на фотографиях понравился и у меня была возможность приобрести второй экземпляр серого цвета но я не стал его покупать у меня уже в коллекции так три самосвала на базе газ 5202 и также три самосвала на базе газ 51 я их вам уже показывал я приготовил тоже эти модели покажу вам просто для сравнения чем они отличаются от этого грузовичка но здесь тоже идет инструкция о том как нужно снимать модель с подиума изображен именно этот грузовичок надписи как на английском так и на русском языке также есть фиксационный блистер снизу подложена специальная бумажка чтобы он при трении не царапал лакокрасочное покрытие ну и давайте посмотрим как окрашена как собрана эта масштабная копия вообще у дипа довольно хорошее качество как сборки так и окраски вот все модели которые есть у меня в наличии практически без изъянов на самосвале газ 903b была небольшая капля клея но ее не так заметно нужно приглядываться чтобы ее увидеть и в принципе я не стал ее подправлять оставил как есть очень хорошо подобран цвет большой плюс то что элементы которые сделаны из металла и из пластика не отличаются по тону я уже говорил много раз например если мы возьмем производителя стартскилл моддлс то у него пластиковые детали по тону все же отличаются от металлических а здесь все сделано скажем так очень хорошо видимо дип моддлс перед покраской тщательно грунтует свои модели кабина здесь составная крыша пластиковая деталь сама кабина и капот это металлический элемент и передние крылья это тоже металлический элемент который впоследствии скрепляется с капотом хорошо сделана светотехника есть буксировочные крючки также фиксационный держатель для рукоятки для запуска двигателя есть радиатор охлаждения из фототравления также охлаждающие трубочки идут хорошо сделан номерной знак у этой модели поворотные передние колеса но они кстати поворачиваются довольно туго не буду их трясти люфт небольшой присутствует но не критично на большинстве моделей он присутствует я вот смотрел все свои самосвалы у каждой из модели есть небольшой люфт так что это в принципе я думаю технология производства такая здесь по-другому колеса не сделаешь есть дублирующие поворотники на крыльях они сделаны отдельными элементами хорошо сделан салон он раскрашен зеркала здесь сделаны из пластика окрашены цвет кузова также есть фольга которая имитирует сами стекляшки и у dipmodels также есть наборы из фототравления они сделаны более аккуратно я себе заказал тоже несколько наборов именно под эти модели которые у меня есть так что когда они ко мне придут я вам их покажу и скорее всего поставлю на эти грузовички посмотрим как они будут выглядеть отдельные дверные ручки есть запасное колесо также есть окрашенная выпускная система у этой модели поднимается кузов он металлический хорошо сделан подъемный механизм также присутствуют брызговички откидывается задний борт кузов тоже хорошо окрашен нету подтеков на лакокрасочном покрытии хорошо сделаны покрышки колесные диски на покрышках есть маркировка задние фонари тоже вот есть дублирующий номерной знак и надпись не засоряй улицы вот вообще у dip на многих моделях на заднем борту есть различные надписи например не уверен не обгоняй вот это тоже модели придает более такой живой вид и мне это очень нравится что dip models уделяет вот таким мелочам особое внимание с водительской стороны также есть небольшой ящичек горловина для бензобака у этих моделей бензобак находится под сиденьем насколько я помню вообще у газонов 52-53 но вот такая хорошая машинка и покажу вам для сравнения другие модели вообще вот этот самосвал sas 3504 пришел на смену самосвалу газ 93а на эту модель я уже делал видео обзор но покажу вам еще раз возможно кто-то из вас не видел этот грузовичок этот грузовик у dip models тоже предлагается в двух вариантах окраски кузова у автомобилей в принципе одинаковые отличаются только шасси вот такой грузовичок вы тоже можете приобрести в свою коллекцию а отличие от самосвала sas 3503 который из себя представляет сельскохозяйственный вариант это сама грузовая платформа здесь кузов большего объема у него тоже откидывается борт и на этой модели кузов составной борта пластиковые сама платформа металлическая но эти модели я тоже вам показывал здесь ничего нового нету но тоже такие симпатичные самосвальчики есть в моей коллекции здесь по большому счету модели отличаются только кузовом и креплением запасного колеса но естественно схема окраски вот на этих сельскохозяйственных машинах другая у строительной техники она вот немножко отличается и покажу вам третий самосвал который есть в моей коллекции это автомобиль с кабиной бежевого цвета кузов здесь тоже коричневый как и у предыдущей модели которые вам показал он тоже такой симпатичный грузовичок и кстати у меня спрашивали насчет моделей газ 52 53 от производителя старт скейл моделс я заказал модель контейнеровоза мусорного м30 эта модель ко мне тоже придет но не знаю когда она до меня дойдет возможно это займет две недели возможно чуть больше и как только модель я получу я на нее тоже сделаю видео обзор тогда мы уже ее сможем сравнить с моделями от deep models и от ssm я заказал вариант с ранней облицовкой радиатора там у машины кабина по большому счету должна быть песочной но она по фотографиям выглядит больше желтой и я хотел взять тоже первый вариант но его уже раскупили в продаже нигде нет у нас тоже на месте этой модели больше нет в продаже поэтому не знаю удастся мне купить первый вариант если я его увижу в продаже его приобрету а так пока что эта модель у меня было видео с выставки масштабных моделей кому интересно можете посмотреть те видео обзоры там эта модель тоже мелькала я ее постарался заснять с разных ракурсов и в принципе вы можете иметь представление как сделана та масштабная копия но у меня спрашивали насчет автомобилей от ssm в принципе они стоят своих денег их цена варьируется от 3 до 3 с половиной тысяч рублей но там в зависимости от скидки которая у вас есть модели от deep они в основном идут по 6000 рублей вот когда идет акция то эти модели конечно стоят дешевле но если брать обычную цену без каких-либо скидок то в принципе модель от start scale models стоит в два раза дешевле и у нее в целом довольно хорошая геометрия кузова конечно там есть вопросы по качеству сборки но в принципе если у вас не хватает средств на модели от дипа вы можете смело покупать модели от ssm и еще один нюанс то что ssm обычно красит модели в непонятные цвета вот например у них был бензовоз такой очень пестрый там бочка почти розового цвета и не знаю кто будет покупать по масштабной копии но вот такие цвета тоже присутствуют у дипа все же более живые более реалистичные цвета и мне это очень повторюсь нравится вот такие замечательные модели напишите в комментариях какая из машин вам понравилась больше всего sas 3504 или версия sas 3503 как видите у меня теперь в коллекции 3 самосвала возможно я потом еще докуплю все же опытный образец sas 3504 но пока не знаю сейчас очень много покупок именно моих хотелок от других производителей и neo планирует очень много новинок и у glm выйдут скоро модели и некоторые модели от матрикса хочется купить эти модели все в принципе стоят в пределах 100 евро поэтому такие большие суммы все же приходится планировать свой бюджет и выбирать что хочется купить в первую очередь не забывайте поддержать это видео лайком также оставить ваш комментарий что вы думаете по поводу масштабных копий от производителя dip models или от start scale models также можете подписаться на мою группу вконтакте там я и участники моего сообщества делимся фотографиями своих коллекций увидимся в следующих видео обзорах до новых встреч пока